Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Сегодня я хотела бы с вами поделиться, как я лечу простуду без противовирусных средств и без антибиотиков. Об этом методе я узнала из интернета от каких-то блогеров, от врачей, которые на ютюбе записывают свои видео, плюс мне мама присылала тоже видео какого-то врача, а самое главное, этот метод я проверила на себе. И уже два года я не пользуюсь антибиотиками и противовирусными средствами. Что же это за метод? Конечно же, в сегодняшнем видео мы поговорим про витамин С. Но не просто поговорим про витамин С, я расскажу именно в каких дозировках принимать его при простуде, чтобы на начальном этапе, когда вам только стало плохо, вы не заболели, не слегли в кровать, а дальше продолжали свою деятельность, то, чем вы занимаетесь, и максимально быстро выздоровели, либо вообще не заболели. Витамин С это водорастворимый витамин. Сам по себе он не вырабатывается у нас в организме, мы его получаем из еды, из фруктов, овощей и из дополнительных добавок, вот таких, допустим, БАДов. Это очень важный витамин, без него, допустим, коллаген у нас никак не усваивается, коллаген принимается только с витамином С. Витамин С является мощнейшим антиоксидантом, он повышает иммунитет. То есть это просто чудо-витамин, который мы используем уже очень-очень давно. Об этом рецепте даже знали наши бабушки и прабабушки. При простуде они лечились не антибиотиками и противовирусными средствами, как сейчас лечит каждая вторая мама, а именно заваривали чай с лимоном, с шиповником, с медом, и такими средствами они лечились. Наши бабушки, я думаю, в этом плане были умнее, чем мы сейчас. А что же делают наши родители? Как только поднялась температура 37,1, сразу давайте колдрекса побольше или терафлю. Помню свое детство, постоянно при каждой простуде, каждый день я пила вот эти колдрексы просто пачками. И что толку? Ничего не помогало. Парацетамол в составе колдрекса и терафлю. Кстати, сейчас покажу вам состав терафлю. Прикреплю сюда. Посмотрите, пожалуйста, сколько там всякой химии в составе. Конечно же, благодаря парацетамолу в составе падает температура. Вы, возможно, слышали, что такую температуру суфибрильную, как 37,1, 37,4, ее не нужно сбивать. Организм специально поднимает температуру, чтобы побороть вирус. Кстати, поговорим насчет вирусов. Об этом я узнала тоже из интернета. И сейчас, прежде чем записать это видео, также проверила несколько статей, почитала. Также в книжке про кишечник я тоже читала эту информацию. То, что никакие противовирусные средства не убивают вирус. Вот эти, которые мы пьем. Не могу сейчас название вспомнить, потому что уже давно не принимаю. От простуды и гриппа. Вирус — это не бактерия. Бактерия — это вот как вот такая живая клетка, которую можно убить. И как раз-таки какие-то заболевания, как бактериальная пневмония или какой-то отит. Я сейчас точно не помню. Именно бактериальные заболевания как раз-таки и лечит противовирусными средствами или средствами противобактерии. Там в инструкции должно быть написано. Сам вирус, он проникает именно в нашу клетку. Он живет внутри клетки. Вы, наверное, слышали, что, допустим, вирус герпеса в нас живет. И он бывает либо в ремиссии, либо в обострении. Часто у некоторых людей при простуде вскакивает такое воспаление на губе. И от него никак не избавиться. И никакие таблетки или антибиотики тем более не могут помочь. Более того, антибиотики очень вредно принимать при простуде. Их вообще не нужно принимать при простуде. Потому что они не помогут убить вирус. Они просто убьют все живое в вашем организме, все ваши живые бактерии. У вас их более 100 миллиардов, если не ошибаюсь, бактерии. Где-то как минимум 2 килограмма живых бактерий находятся у нас в организме, в нашем желудочно-кишечном тракте. И, наверное, не только. И эти бактерии помогают нам и еду переваривать, помогают нам жить. И это есть полезные бактерии, есть патогенные бактерии. И вот как раз-таки антибиотики убивают все. И наши живые бактерии тоже. И от этого может потом быть множество проблем в нашем организме. Поэтому ни в коем случае при обычной простуде, у вас там насморк, небольшая температура, не стоит принимать такие средства. Я сейчас не говорю о каких-то очень тяжелых случаях, о ковиде. Мы сейчас говорим про обычную простуду или грипп. Естественно, если температура поднимается выше 40 градусов, то нужно уже принимать какие-то средства, понижающие температуру. И то мое мнение, что все-таки антибиотики при простуде и гриппе принимать не нужно. Сейчас прикреплю, кстати, отрывок из статьи, которую я прочитала по поводу антибиотиков при гриппе и простуде. У нас очень умный организм. Он сам может справиться со всякими вирусами, а мы ему можем только в этом помочь. И что же нужно сделать? Я сейчас расскажу, в каких дозировках именно нужно принимать витамин С. Если вдруг вы почувствовали, что вас как-то знобит, может быть температура поднялась уже 37,1-37,2. Но вот вы чувствуете, что буквально завтра вы уже заболеете, может быть уже и насморк начинается. В общем, в первый же день, как вы почувствовали, что простуда уже к вам подходит близко, мы начинаем принимать витамин С. У меня витамин С от Салгар. Это не реклама. Я сейчас расскажу, почему я принимаю именно этот витамин С. 500 миллиграмм витамин С. В составе витамин С в форме кальцийоскорбат. Почему именно кальцийоскорбат? Дело в том, что аскорбиновая кислота, она может плохо влиять на желудочно-кишечный тракт. Особенно мы сейчас будем при простуде именно говорить о том, чтобы принимать в больших дозировках. Поэтому аскорбиновая кислота, особенно людям с гастритами или с какими-то воспалительными заболеваниями желудочно-кишечного тракта, не подойдет. А вот витамин С в форме аскорбатокальция будет мягко воздействовать на ваш желудочно-кишечный тракт. Поэтому я советую принимать его. Но если вы полностью здоровый человек и у вас организм нормально переносит аскорбиновую кислоту, вы также можете попробовать с нее. Кстати, я пробовала изначально, когда почувствовала, что я простыла. У меня не было под рукой именно вот этих БАДов. Их нужно было заказывать. Я пошла в аптеку и купила Супрадин, витамины в шипучей форме. Именно в шипучей форме я слышала, что аскорбиновая кислота усваивается лучше. И я принимала не одну таблетку, как там в инструкции написано, а принимала именно две в день. И в итоге за один день мои симптомы начальной простуды куда-то испарились. Так я делала два раза, и мне, в принципе, помогло с Супрадином. Также моя мама тоже так же принимала и не заболела. Так что в крайнем случае можете попробовать витамины Супрадин. Не витамин С, а вот полностью комплекс витаминов Супрадин в шипучей форме. Две таблеточки. То, что я сейчас вам рекомендую, это делается для взрослых людей от 18 лет. Детские дозировки абсолютно другие. Проконсультируйтесь с врачом, которому вы доверяете, который именно посоветует вам, как именно вылечиться витамином С. Если же он вам начнет советовать какие-то противовирусные антибиотики, лучше обратиться к другому специалисту. Если же все-таки вы купили заранее витамин С 500 мг от Салгар, аскорбат кальция, то, как мы принимаем в первый же день, как вам стало плохо, вы увеличиваете дозировку до 2 грамм в сутки. Здесь одна капсула 500 мг, получается 4 капсулы в день. Вы так принимаете 2-3 дня, смотрите по самочувствию. Далее мы не прекращаем принимать, а снижаем дозировку. Потом 2 дня мы принимаем по 3 капсулы в день. И потом еще 2 дня мы принимаем по 1 капсулу. Можем принимать всего 2 недели по 1 капсуле. Можем до конца попринимать месяц комплексно. Это не навредит. Я вообще в зимнее и в осеннее время начинаю сразу принимать по 1 капсуле витамин С. Он у меня всегда практически есть. И поэтому, если вдруг я где-то простудилась, я сразу же увеличиваю дозировку до 4 грамм в сутки. И вуаля! Буквально 2-3 дня, и я уже как огурчик. И если вы подумаете, что я просто такая молодая, у меня крепкий иммунитет, поэтому мне так везет, абсолютно нет. В детстве просто у меня была толстая книжка в больнице, медицинская. Я постоянно болела зимой, осенью. Стабильно каждый год, 2 раза в год я болела. Вот неделю-две я просто валялась с температурой в постели. Била противоверительные, которые, как видите, мне не помогали, потому что неделю-две я все равно провалялась. То есть организм пытался как-то справиться, я гасила температуру, вредила организму, препятствовала выздоровлению. Если бы, конечно, вот эту вот мою информацию, да в те годы, если бы только все мамы знали то, что сейчас знаю я, то мы бы не портили иммунитет деткам, и дети были бы намного крепче и здоровее. Но я думаю, что это не всем выгодно. Кому-то, походу, это не очень выгодно, чтобы были здоровые дети. Ну ладно, не об этом. Запомнили, да? Первые 2-3 дня принимаем по 4 капсулы, по 500 миллиграмм. Это 2 грамма в сутки мы принимаем витамина С. Далее 2 дня принимаем по 3 капсулы вместо 4. Потом 2 дня 2 капсулы, и остальные дни мы принимаем по 1 капсуле, там, либо месяц, либо 2 недели. Смотрите на свое усмотрение. Вот такой вот простой рецепт, как справиться с простудой. Помимо этого не забывайте, конечно же, пить много жидкости. Ну как много? Достаточное количество жидкости, но побольше, чем вы обычно пьете. Также есть продукты, которые содержат большое количество витамина С, такие как шиповник, лимон, да, мы знаем. Но опять же, не запихивайте очень много лимона, если у вас есть какие-то проблемы с желудочно-кисочным трактом. Или смотрите вообще на реакцию организма. Первый день, когда вы приняли 4 капсулы, если какая-то изжога вдруг появляется. Хотя, я думаю, это редкий будет случай, если вы будете принимать именно скорбат кальций. Потому что, если даже у меня, с моими там некоторыми нюансами, если у меня хорошо это все проходит, я думаю, у вас тоже должно быть. Но так как организм у всех разный индивидуальный, смотрите на реакцию. Если вдруг какой-то дискомфорт, попробуйте выпить на 4 капсула 3. Если 3 дискомфорт, попробуйте 2. Если то же самое, то обратитесь, конечно, к врачу, если вам не подходит витамина С. Но, если честно, я не слышала таких случаев, чтобы кому-то вот в такой форме именно кальцийоскорбат не подошел витамин С. Но если же действительно были у кого-то реакции, то напишите, пожалуйста. Хотя я не всем комментариям доверяю. Вот. Иногда комментарии многие могут быть куплены. Какие-нибудь конкуренты, допустим, солгара или... Или люди, которые за аптеки, за фармкомпании. Так что лучше приверьте на себе. Все-таки это витамин, который быстро выводится из организма. Это не какой-то супер антибиотик или лекарство, которое я бы ни в коем случае, конечно, не стала рекомендовать. Вот так вот на ютубе. Все, что я вам хотела рассказать, это на самом деле реально круто. Круто. Круто обходиться без лекарств. Я, кстати, была в фитнес-клубе недавно и стою в раздевалке. Одна женщина выходит из фитнес-клуба, идет в раздевалку, и она разговаривала с женщиной из гардероба. И говорит такая, вот, типа, из бассейна, классно. Говорит, ну а что, я должна работать на аптеке? Нет, я буду здоровой. Так что имейте в виду. Берегите себя. Любите свой организм, заботьтесь о нем. Правильно, экологично, и все у вас будет хорошо. С вами была я, Женя. Обязательно ставьте лайки, пишите комментарии. Расскажите о своем опыте, если вы уже лечились витамин С, или знали, что так можно лечиться. Также, если вдруг вы когда-нибудь заболеете, и наткнетесь на это видео, и попробуете, вам поможет, тоже обязательно пишите комментарии. Ваш опыт будет полезен моим подписчикам и вообще всем людям. Все, спасибо, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok